Ганс Христиан Андерсон. Снежная королева. История седьмая. Что случилось в чертогах Снежной королевы? И что случилось потом? Стенами чертогом были вьюги, окнами и дверями буйные ветры. Сто с лишним зал тянули здесь одна за другой так, как наметала их вьюга. Все они освещались северным сиянием, и самая большая простиралась на много-много миль. Как холодно, как пустынно было в этих белых, ярко сверкающих чертогах? Веселье никогда не заглядывало сюда. Никогда не устраивались здесь медвежьи балы с танцами под музыку бури, на которых могли бы отличиться грацией умением ходить на задних лапах белые медведи. Никогда не составлялись партии в карты с ссорами и дракую, не сходились на беседу за чашкой кофе маленькие беленькие кумушки-лисички. Холодно, пустынно, грандиозно. Северное сияние вспыхивало и горело так правильно, что можно было точно рассчитать, в какую минуту свет усилится, в какую померкнет. Посреди самой большой пустынной снежной залы находилось замерзшее озеро. Лед треснул на нем на тысячи кусков, таких одинаковых и правильных, что это казалось каким-то фокусом. Посреди озера сидела снежная королева, когда бывала дома, говоря, что сидит на зеркале разума. По ее мнению, это было единственное и лучшее зеркало на свете. Кай совсем посинел, почти почернел от холода, но не замечал этого. Поцелуи снежной королевы сделали его нечувствительным к холоду, да и самое сердце его было все равно, что кусок льда. Кай возился с плоскими остроконечными льдинами, укладывая их на всевозможные лады. Есть ведь такая игра складывания фигур из деревянных дощечек, которая называется китайской головоломкой. Вот и Кай тоже складывал разные затейливые фигуры, только из льдин. И это называлось ледяной игрой разума. В его глазах эти фигуры были чудом искусства, а складывание их занятием первостепенной важности. Это происходило от того, что в глазу у него сидел осколок волшебного зеркала. Складывал он и такие фигуры, из которых получались целые слова, но никак не мог сложить того, что ему особенно хотелось. Слово «вечность». Снежная королева сказала ему, «Если ты сложишь это слово, то будешь сам себе господин, и я подарю тебе весь свет и пару новых коньков». Но он никак не мог его сложить. «Теперь я полечу в теплые края», — сказала снежная королева, «Загляну в черные котлы». Так она называла кратеры огнедышащих гор, Этны и Везувия. Побелю их немножко, это хорошо для лимонов и винограда. Она улетела, а Кай остался один в необразимой пустынной зале. Смотрел на льдины и все думал. Думал так, что в голове у него трещало. Он сидел на месте, такой бледный, неподвижный, словно неживой. Можно было подумать, что он совсем замерз. В это время в огромные ворота, которыми были буйные ветры, входила Герда. И перед нею ветры улеглись, точно заснули. Она вошла в огромную пустынную ледяную залу и увидела Кая. Она тотчас узнала его, бросилась ему на шею, крепко обняла и воскликнула. «Кай, мой милый Кай, наконец-то я тебя нашла!» Но он сидел все такой же неподвижный и холодный. И тогда Герда заплакала, горячие слезы ее упали ему на грудь, проникли в сердце, растопили ледяную кору, растопили осколок. Кай взглянул на Герду и вдруг залился слезами и плакал так сильно, что осколок вытек из глаза вместе со слезами. Тогда он узнал Герду и обрадовался. «Герда, милая Герда, где же это ты была так долго? Где был я сам?» И он оглянулся вокруг, как здесь холодно, пустынно. И он крепко прижался к Герде. А она смеялась и плакала от радости. И это было так чудесно, что даже льдины пустились в пляс. А когда устали, улеглись и составили то самое слово, которое задала сложить Каю снежная королева. Сложив его, он мог сделаться сам себе господином, да еще получить от нее в дар весь свет и пару новых коньков. Герда поцеловала Кая в обе щеки, и они опять зарделись, как розы. Поцеловала его в глаза, и они заблестели. Поцеловала его руки и ноги, и он опять стал бодрым и здоровым. Снежная королева могла вернуться когда угодно. Поэтому Кай с Гердой рука об руку вышли из ледяных чертогов. Они шли и говорили о бабушке, о розах, что цвели в их садике, и перед ними стихали буйные ветры. Проглядывало солнце. А когда дошли до куста с красными ягодами, там их ждал северный олень. Кай и Герда отправились сначала к Финке, отогрелись у нее и узнали дорогу домой, а потом к Лапланке. Тошила им новое платье, починила свои сани и поехала их провожать. Олень тоже провожал юных путников вплоть до самой границы Лапландии, где уже пробивалась первая зелень. Тут Кай и Герда простились с ним и с Лапланкой. Вот перед ними лес, запели первые птицы, деревья покрылись зелеными почками. Из леса навстречу путникам выехала верхом на великолепной лошади молодая девушка в ярко-красной шапочке с пистолетами за поясом. Герда сразу узнала и лошадь. Она была когда-то впряжена в золотую карету. И девушку. Это была маленькая разбойница. Она тоже узнала Герду. Вот была радость. Ишь ты, бродяга, сказала Накаю, хотелось бы мне знать, стоишь ли ты того, чтобы за тобой бегали на край света. Но Герда потрепала его по щеке и спросила о принце и о принцессе. Они уехали в чужие края, отвечала молодая разбойница. А ворон спросила Герда. Лесной ворон умер. Ручная ворона осталась вдовой. Ходит с черной шерстинкой на ножке и сетует на судьбу. Но все это пустяки. А ты вот расскажи-ка лучше, что с тобой было и как ты нашла его? Герда и Кай рассказали ей обо всем. Ну, вот и сказке конец, сказала молодая разбойница. Пожала им руки и обещала навестить их, если когда-нибудь заедет к ним в город. Затем она отправилась своей дорогой, а Кай и Герда своей. Они шли, и на их пути расцветали весенние цветы, зеленела трава. Вот раздался колокольный звон, и они узнали колокольни своего родного города. Они поднялись по знакомой лестнице и вошли в комнату, где все было по-старому. Часы говорили тик-так. Стрелки двигались по циферблату, но, проходя низенькую дверь, они заметили, что стали совсем взрослыми. Цветущие розовые кусты заглядывали с крыши в открытое окошко. Тут же стояли и детские стульчики. Кай с Гердой сели каждый на свой, взяли друг друга за руки, и холодное, пустынное великолепие чертогов снежной королевы забылось, как тяжелый сон. Так сидели они рядышком оба уже взрослые, но дети сердцем и душою. А на дворе стояло лето, теплое, благодатное лето. Вот и сказке конец, а кто слушал, молодец! Субтитры создавал DimaTorzok